Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Смотрите сегодня выпуски. Поликлиники поправили здоровье. В Альметьевске завершен капитальный ремонт поликлинических учреждений. Здесь все было на алюминиевых проволоках, полностью электричество. Все это сейчас намного современное. Интернет, современный интернет, пожароохранная сигнализация полностью, телефонии. Все, естественно, стало намного современнее. История от сталинских времен до наших дней в альбомах. Более 25 лет альметьевские коллекционеры собирают старинные марки и монеты. Когда я нашла первую монету, все-таки она же старинная. И мне хотелось, конечно, в тот момент продолжать. Блогер Полоскун и его 9 тысяч подписчиков. Как встретил Новый год самый популярный в альметьевский енот? С енотом жить сложно, да. У нас енот еще воспитанный, стеснительный, как вы уже поняли. Он у нас еще более-менее не кусается. В альметьевске завершен капитальный ремонт объектов здравоохранения по республиканской программе модернизации поликлинических учреждений. Всего за 2017 и 2018 годы отремонтировано более 24 тысяч квадратных метров поликлиник. Общая сумма финансирования из республиканского бюджета составила 512 миллионов рублей. Из местного – 4 миллиона рублей. Спонсорская помощь компании «Татнефть» – 26 миллионов рублей. На поставку медицинского оборудования направлено 52 миллиона рублей. В отремонтированных медучреждениях побывал глава района Айрат Хайрулен. В первую очередь глава района в сопровождении заместителя руководителя исполкома района по строительству Айрата Мухамедьянова и руководителя управления здравоохранения района Веры Головиной осмотрел наркологический диспансер. Ремонтные работы в учреждении были начаты в апреле 2018 года. Общая стоимость объекта – чуть более 10 миллионов рублей. Приведены в порядок кабинеты врачей-специалистов, лаборатории, процедурные кабинеты, вспомогательные помещения. «Мы располагаемся, диспансер, то есть поликлиника располагается на этом этаже. У нас есть стационарное отделение, находится на третьем этаже». Следующим пунктом посещения стал Альметьевский противотуберкулезный диспансер. Работы по капремонту учреждения были начаты в мае. Общая стоимость объекта составляет 26 миллионов рублей. «Более современное, да, здесь все было на алюминиевой проволоках, полностью электричество. Все это сейчас намного современное. Интернет, современный интернет, пожароохранная сигнализация полностью, телефонии, все, естественно, стало намного современнее». В сопровождении главного врача противотуберкулезного диспансера Рената Усманова глава осмотрел кабинеты врачей, побеседовал с медперсоналом и пациентами. В Альметьевском противотуберкулезном диспансере имеется стационар на 140 коек. На первом этаже располагается поликлиника, на втором этаже – круглосуточный легочный стационар, на третьем – дневной легочный стационар. На четвертом этаже расположен межрайонный хирургический стационар, предназначенный для лечения внелегочного туберкулеза. Также есть детский кабинет, в котором проходит обследование и консультируются дети и подростки со всего города и района. В завершении объезда Айрат Хайрулин посетил Альметьевский психоневрологический диспансер. Здесь он пообщался с врачами и пациентами. «Привет! Как дела?» Общая стоимость объекта – почти 15 миллионов рублей. Работы по капремонту были начаты в марте 2018 года. Главный врач Сергей Лебедев отметил, что специализированная психиатрическая помощь оказывается жителем не только Альметьевского, но и других районов Татарстана. Также здесь проводятся амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы в рамках судебно-следственных мероприятий и по гражданским делам. Медицинскими психологами в 2018 году осмотрено 1392 человека. Вы приобрели некачественный товар или он не подошел вам по габаритам? А может быть, при заключении договора вы не получили достоверной информации о товаре? Куда обратиться в таком случае? Возможно ли отстоять свои права? Помощь в решении этих вопросов оказывают сотрудники госалкогольинспекции. В этом году в Альметьевский территориальный отдел госалкогольинспекции за защитой своих потребительских прав обратились 156 человек. Анализ структуры обращений показывает, что в основном они касаются качества предоставляемых услуг. Родичные торговли и продовольственные товары всего 95% от общего числа в основном касаются качества одежды, обуви, бытовой техники, сотовых телефонов, планшетов. Из них 92% обращений потребителей удовлетворены, но только после вмешательства наших специалистов. Как показывает практика, руководители торговых предприятий неохотно соглашаются на пополнение претензий потребителей и нарушают требования федерального закона о защите прав потребителей. Неправомерно направляют покупателей в сервисные центры для ремонта товара, оказывают покупателю просторжение договора купли-продажи и возврата сумм, либо отказывают в обмене. Занижают гарантийные сроки эксплуатации товара, установленные изготовителем. Не представляют полную и достоверную информацию о товаре в наглядной и доступной форме. Навязывают дополнительный сертификат гарантийного обслуживания. Сотрудники отдела развития и координации внутреннего рынка Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции Республики принимают письменные и устные обращения граждан и помогают составить претензии и исковые заявления. Ангелина Хабибулина, Алия Байрамалова, Альметьевск ТВ Праздничные выходные в самом разгаре. Хочется как можно больше времени посвятить родным и близким. Представители одной из торговых сетей предлагают не прерывать свой отдых даже на приготовление обеда или ужина. А еще дарят особую праздничную программу своим посетителям, чтобы даже простой поход в магазин в эти дни стал запоминающимся событием. Встречаем замечтательный Новый год. В первые дни января Эссен дарит своим посетителям специальную праздничную программу. Каждый день до 7 января с 12 до 15 часов малышей будут развлекать играми, конкурсами и увлекательными мастер-классами. А мамы и папы в это время могут спокойно заняться покупками. Пришли за покупками, а оказалось, что проводится мастер-класс. И вот у нас дочка столько подделок сразу сделала. Такое праздничное настроение сразу создается. Для взрослых тоже приятные сюрпризы. Всех покупателей порадуют выгодные предложения и заманчивые скидки. В дни каникул в гипермаркете проходят сразу несколько акций. Это рождественская распродажа со скидками до 50% на детские игрушки, текстиль, одежду, посуду, бытовую технику, а также на товары для сада и огорода. Но главные призы еще впереди. Это розыгрыш бытовой техники, который пройдет 7 января. Будут проводиться конкурсы, обучающие мастер-классы. 7 января с 12 до 3 состоится традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, где будут разыграны три главных приза. Как выиграть главный приз? Все просто. Приходите на праздничные мероприятия в магазинах Эссен, участвуйте в конкурсах и мастер-классах, фотографируйтесь и выкладывайте фото в социальной сети с хэштегом Эссен Каникулы. Подробные условия вы найдете на сайте эссен.рф. И помните, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Торговая сеть Эссен предлагает своим гостям встретить его радостно. Вся история в альбомах. Историческая коллекция насчитывает порядка 300 монет и 210 марок. Это настоящее богатство семьи Катковых, которые уже более 25 лет коллекционируют старинные монеты и марки. Но на этом останавливаться не собираются и продолжают пополнять свою коллекцию. Ангелина Хабибулина продолжит тему. С виду неприметный альбомчик, а внутри бесценные старинные артефакты. Каждая страница – веха истории. Монеты и марки – главное богатство семьи Катковых. Надежда на протяжении многих лет собирает коллекцию старинных монет. С каждой находкой связано особое воспоминание. Когда я приезжала к бабушке в деревню, то есть мы работали в огороде, я находила там монеты. И меня это заинтересовало. Мне так понравилось. Старинные монеты, очень тех времен. Эта коллекция, она именно вот работа с землей. Я там их находила. В коллекции Надежды есть монеты из других городов и стран. Приобрести их помогают друзья, родные и дети. Каждая монета имеет особую ценность. Надежда и сама приобретает ценные монеты и купюры, когда отправляется в путешествие. Сейчас в коллекции 35 старинных и 215 новых монет и 10 купюр. Самая старая из монет – копейка 1934 года. А самая новая купюра – 25 рублей, которую подарили друзья. Когда я нашла первую монету, все-таки она же старинная. И мне хотелось, конечно, в тот момент продолжать в огороде работу, чтобы еще найти. Я когда находила, у меня такая радость была. Как будто я там тайник такой нашла. А всего лишь маленькую монетку. Эта коллекция для меня важна, потому что я думаю, что в будущем, возможно, с этих монет достались моим деткам. И они продолжали копить, независимо от того, сколько там лет пройдет. Еще одним предметом коллекционирования в семье Катковых стали марки. С самой юности их коллекционирует муж Надежды Евгений. Сейчас в его коллекции более 200 марок. Животные, горы, поезда и многие другие. Марки стал собирать наш папа в детстве, когда он был маленький. Видимо, ему было интересно. Также его мама покупала, дополняла коллекцию. Вот эта коллекция – это все, что он собирал в детстве. И в данный момент мы ее потихонечку пополняем. Сейчас коллекция марок пополнилась еще 12 новыми. Часть из них – марки с изображением велосипедов. Семья Катковых не зря выбрала именно эту тематику. Ведь наш город славится своим велодвижением. Весь город обустроен велодорожками. Также у нашей семьи у всех есть по велосипеду. И меня заинтересовали вот эти марки. И я сейчас хочу копить коллекцию марок именно о велосипедах. Супруги искренне верят, что их коллекция будет пополняться из года в год более новыми предметами. И в будущем эту традицию продолжат их дети. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Автоинспекторы и в каникулы на страже безопасности. Накануне они провели праздничную акцию. Сотрудники ГИБДД совместно с территориальным управлением безопасности дорожного движения напомнили пешеходам, как важно быть внимательным на дороге. Спасибо. Вас тоже наступающим. За похудение дороги. Всего хорошего. Всего удачи. Собместили приятное с полезным. Сотрудники госавтоинспекции всегда на посту. Но в праздничные дни они тоже стараются создать для жителей города новогоднее настроение. А заодно и напомнить о безопасности на дорогах. А чтобы пешеходы не забывали соблюдать правила, дарили им на память небольшие сувениры. Сладкие призы, календарики на 2019 год. И, конечно, очень нужную и актуальную вещь – это свето-возвращающие элементы. Напоминаем о том, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Веселый Дед Мороз в форменной ушанке произвел впечатление. Взрослые дети не только выслушали напоминания о том, как правильно вести себя на улицах, но и делились своими ожиданиями на предстоящий год. А где дорога? А где переходить? Сдин пешеходник, где переходить? Чудо новогоднего. А ты? Сессию сдать нормально. Встречать будем Новый год дома, в семье. И дети присядем, дети соберемся, внуки, дети. Чтобы был наш на земле мир, дружба, мир. Мы пожелаем здоровья, успехов, семейного благополучия. И самое главное – безопасных всем дорог. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, берегите своих близких. Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. Герой нашего следующего сюжета тоже встретил Новый год. Животные блогеры прочно обосновались на просторах интернета. Один из них, енот Тишка, живет в Альметьевске. За его приключениями следят уже почти 9 тысяч пользователей Инстаграма. В гостях у Тишки и его хозяйки побывала наша съемочная группа. Дома у Дарьи Мотыцыной никогда не скучно. Здесь живут сразу два пушистых питомца – кот Перчик и енот Тишка. И если первый отнесся к гостям с телевидения спокойно, то второй спешил закрыть дверцу в шкафу, в котором благополучно до этого спал. Мы в этом что-то задумались. Может, вот и животное завесить. Хотели собаку, енота. Ну и так случилось, что енота как раз уже передавали в руки. Ему позвонили, нам говорят, ну давайте ему привезем. Мы такие, ну классно, нам привезут енота. И вот, в общем-то, так вот, с частичкой удачи и случайности он оказался у нас. С енотом жить сложно, да. У нас енот еще воспитанный, стеснительный, как вы уже поняли. Тиша живет в квартире уже полтора года. Родом он из Держинска. Взяли Тишу из питомника еще совсем маленьким, когда он помещался на ладони. А теперь зверь весит уже 9 килограммов. С возрастом прибавился не только вес, но и сложности с содержанием. Они кусаются, во-первых, они царапаются сильно. Они разносят квартиру. Ну, тут можно посмотреть, обоев нет, стен нет, стульев нет, отбивки нет. Ну, то есть полностью вся квартира, она ушла под енота. Здесь можно всякие домики строить, не знаю, лесники всевозможные. Утром Тиша просыпается вместе с хозяевами. Затем, когда они уходят на работу, снова ложится спать. А вечером выплескивают накопленную энергию на домочадца, в том числе и на кота. С перчиком они часто устраивают войны за территорию и внимание хозяев. Впрочем, невзирая на эти потасовки, енот и кот все же ладят. Питание у Тишки сбалансированное, многоразовое. Состоит из фруктов, овощей, каш, орехов. Тем не менее, он не упустит случай украсть из кухни что-нибудь сладенькое, вроде шоколада или печенья. Кстати, экзотический питомец нравится и пользователям соцсетей. В аккаунте Тишки уже почти 9 тысяч подписчиков, которые с радостью следят за приключениями кота и енота. А теперь прогноз от синоптиков. 4 января в Альметьевске ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 8 градусов, днем минус 3. Атмосферное давление 737 миллиметров тутного столба. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.